После Уютный вечер в семейном кругу еще два месяца назад казался 37-летнему Петру Шевченко далекой мечтой Это папа, а это мой старший брат Миша, это моя сестричка, это мама, это я, а это котики Это мама, а это котики Он журналист, до полномасштабной российской агрессии работал в финансовом издании Говорит, до 24 февраля держал оружие в руках один раз в жизни Единственное, что я помню, в школе один раз нам давали пострелять из автомата Петр с семьей живет в городке Ворзель Киевской области, который с марта 2022 больше месяца был под российской оккупацией Он успел вывести жену и пятилетнюю дочь за день до вторжения Семья направилась сначала в Ивано-Франковск, оттуда к родным в Италию, а Петр пошел в военкомат Я понял, что хочу пойти в армию, у меня была такая злость, я жил комфортной жизнью в комфортном маленьком городке, меня все устраивало Была любимая работа и вот приходят какие-то бешеные люди, начинают убивать, выгонять меня из моего дома Вот это была моя субъективная мотивация, эмоции переполняли Я позвонил на работу главному редактору и сказал, что иду на войну Сначала Петр надеялся, что его назначат на киевское направление и он сможет оборонять буквально собственный дом Но в военкомате решили иначе Так начался путь Петра в Донбасс Пройдет немного времени и Петр возглавит небольшое подразделение Должность у меня называется главный сержант, командир минометного расчета Осваивал ремесло минометчика Петр уже на поле боя вместе с другими добровольцами Говорит, мотивация и темпы войны были настолько высокими, что учились буквально на ходу О нас говорили живые мертвецы Но прошло буквально три месяца и мы уже делали перехваты по рации Как расчисты говорят между собой, мол, наверное, заехали натовские войска Потому что бьют очень прицельно по позициям А это мы уже просто набили руку На Донбассе Петр провел семь месяцев Говорит, там по-новому ценишь жизнь Были такие моменты, что ты понимаешь Это только судьба Умрешь ты сейчас или нет Принимаешь, что сейчас или через пять минут все может закончиться Сейчас Петр вернулся домой в отпуск И, наконец, встретился с семьей Екатерина, жена Петра, как только узнала о его возвращении Сразу начала паковать чемоданы домой Я знала, что я ни за что в жизни не пропущу Петин отпуск И мы даже не дождались документов Мы семь месяцев ждали разрешения на правожительство в Италии Они там и остались в очереди Я просто взяла билеты и мы прилетели Пятилетняя дочь Надя, говорит Екатерина Стала более серьезной из-за войны Скучала по папе и писала ему письма Тут написано «Папа, я тебя люблю и скучаю» Пока в отпуске Петр собирает помощь на фронт В том числе для своего брата, который ушел воевать в декабре И начал писать книгу о своем военном опыте За заслуги перед Отечеством 24 августа Петра Шевченко наградили орденом за мужество третьей степени